любимая работа это во первых когда ты хочешь на нее идти типа получаешь когда удовольствие от работы вот я даже иногда бывает знаете как вот прихожу вот на соревнования какие-то детские соревнования борются ребятишки да мне такое удовольствие получает даже засыпать начинает от этого от удовольствия понимаете вот поэтому я считаю вот и это есть на любимая работа когда ты бежишь на нее когда ты выходные ты ее ждешь когда она придет когда настанет опять будни и опять придешь ты в зал вот я считаю вот это думаю что любимая работа когда ученики борются да и когда их получаю хорошее моральное удовольствие тогда когда допустим я их чему-то научил и они это производят на соревнованиях показывают любимая работа это во первых когда ты хочешь на нее идти типа получаешь когда удовольствие от работы вот я даже иногда бывает знаете как вот прихожу вот на соревнования какие-то детские соревнования борются ребятишки да мне такое удовольствие получаю даже засыпать начинает от этого от удовольствия понимаете вот поэтому я считаю вот и это есть на любимая работа когда ты бежишь на нее когда ты выходные ты ее ждешь когда она придет когда настанет опять будни и опять придешь ты в зал вот я считаю вот это думаю что любимая работа когда ученики борются да и когда их получаю хорошее моральное удовольствие тогда когда допустим я их чему-то научил и они это производят на соревнованиях показывают это вот эти моменты технико-тактических действий это вот блаженство и радости нет предела для меня вот вот так вот поэтому до сих пор я прихожу на работу с удовольствием вот и до сих пор я импровизирую люблю борьбу вот и все что красиво касается борьбы бросков там технических действий вот это приносит просто моральное удовлетворение мое не заставлять не нужно я считаю что вот это как бы глупость родители кто лишь бы там заниматься все равно с этого ребенка уже ничего не получится если у него нет желания к этому но а может быть перевести его в другой спорт может быть там пойдет у него появится желание а может быть просто вот человек может быть на скрипке может быть будет хорошо играть или на фортепиано там и музыкантом или танцором стать ну это просто надо смотреть и как бы с детьми тоже надо общаться советоваться как бы не то что взял за шкурку и привел сюда борьбу давай борись хотя как бы много бывает такое но редко те люди состоятся которые просто насильно привели и он так как под палкой отрегируется я не знаю было иной раз настолько трудно и причем иной раз бывало что думал предательская такая мысль где то может быть бросить это все но это как бы бывает это никому же это не говоришь это только ты сам собой это решаешь вот сам собой решаешь вот но потом проходит три-четыре дня ты отдохнул вот я появляются новые эмоции новые силы вот и думаешь почему я так мог даже подумать предательски что это самое что тяжело и вдруг ты опустил руки сломался вот ну я допустим себе этого как бы не позволял мне для меня было так чем тяжелее тем я зле становился поэтому вот от этого я позву получал удовольствие вот что на пределе возможности удовольствие от того что дышать легко хорошо тебе организм что ты перенес такое такую нагрузку и не сломался выдержал вот от этого получаешь удовольствие просто когда дети приходят да несомненно вот из них они маленькие вроде одинаковые все но из них у некоторых видно у кого-то быстрое мышление кто-то соображает хорошо вот у кого-то координация движения хорошая развита несмотря что маленький вот есть таких качеств очень много вот у малышей особенно вот и примерно примерно нельзя сказать что вот этот станет чемпионом там лишь туда но примерно так как бы можно думать что да этот может достигнуть но я думаю что когда проходят сотни ребят вот кто-то пришел там мышцы заболели кто-то и не и потом забыл не пришел на тренировку а кто-то наоборот как-то за мышцы заболели еще дальше хочет тренироваться вот получил травму вылечил еще дальше хочет тренироваться здесь как бы я думаю что здесь никто абсолютно не проигрывает даже человек если протренировавший пять-шесть лет вот он получил определенную закалку вот получил какой-то характер вот именно от борьбы наработана вот человеку по такому уже по жизни я считаю будет очень легко но может быть не сильно легко но тем не менее будет не так как тот кто не прошел эту школу семья это в жизни очень очень важный момент вот я честно говоря приоритет на вот люблю свою семью да и наверно благодаря семье я состоялся вот как чемпион как человек вообще как гражданин своей страны это вот только благодаря своей семье семья это как бы такая как бы ячейка вот если хорошая добра семья я не знаю благодарю всегда судьбу богу что я значит около 35 лет мы как бы вместе живем со своей супругой сейчас вот и внучка у нас есть как бы дети уже выросли взрослые семья когда ты заканчиваешь получаешь удовлетворение от работы и ты быстро бежишь скорее машина садись скорее домой вот чтобы увидеть своих детей пообщаться с внучкой пообщаться знаете вот сколько это дает жизненная энергия ты вроде бы устал вроде пришел никакой вот когда ты услышал когда внучка где-то 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 тапочки тебе принесла деда одень там это самое вот что такое семья вот и хочется после этого хочется просто воротить горы когда все благополучно семей особенно особенно отличает от доброта мудрость значит наших вот жителей вот сибири я думаю что наверное все таки природные условия но как бы отражается на людях чем думаю жестче условия тем человек добрее тем он как бы есть взаимовыручка я вот как бы еще недавно как бы каждый год летал хатангу на гусиную охоту на вот и вот там вот настолько люди настолько вот теплые добрые вот там как бы по-другому не выживешь там это даже не красноярск красноярске как бы у нас сильных таки морозов не бывает а там-то условия еще жесткие вот и как они вот друг другу относятся я просто вощищен был вот отношением друг другу вот я спрашивал почему так они говорят вот это просто действительно взаимовыручка вот если по-другому мы просто не выживем здесь ну поэтому как бы в общем получается сибиряки добряки добрые вот как вот иван сергеевич взять в пример это огромный человек который готов был обнять весь мир вот и который решал все даже кровные мести конфликты просто своим обаянием он просто своей уверенности добротой поэтому вот сибиряки вот